как обрезать грушу правильно так время идет я сейчас скажу чеку себе подарил долго говорю я не могу по-другому можно было бы за пять минут сказать вы не получается так кстати сегодня в разговоре упомянул доктора хана с кузнецкой это я там жил школьником там доктор хан он тоже мой ученик там мои материалы пусть поздно пусть хуже участка не придумаешь но теперь там прекрасно уважаю абрикосов и там я поздравляю радиоза успехи как сказал сафронов что он там уже авторитет вот видите как еще один наш этот назовем филиал так как обрезать грушу правильно все плодовые деревья нуждаются в обрезке вот тебе когда пальцы вот тому кто-то написал отрезать и только после этого спросить вот сперва отрезать двое держит третий режет пальцы пусть всего лишь по одной фаланге вам сказать ну а теперь скажи мы нуждаемся в обрезке нет не надо вот или же так вот и деревьев тоже не надо резать только крайнем случае особый случай более пиши дальше человек формируется крона вот удаляется загущение до удаляется повышается до присмертный урожай это мой термин и самое страшное снижается ли заболеваний вот все это бесконечное эти самые десяток этих грибных заболеваний которые отличаются от названиями и внешним видом на самом деле все это одно и то же вот вот это вот взять и вот это написать снижается риск изувечья дерево а кто ему запретить нужно законодательный уровень и законодательность от его запретить а если вы эти девчонки которые закончили это как она называется эту господи тогда для меня не девчонки может солидная дама вот я не могу к ним относиться с каким-то пиететом только потому что глупости столько наградили и вот получается что их же научила официальная наука этом они стоят на этом мертвого и в голову не приходит что они ошибаются вот и получается снижается риск следующее проводим летнюю обрезку вишни и черешни по всем правилам какие правила какая летняя обрезка сегодняшней статье поговорим о летней обрезке вишни и черешни вы помните почему у нас вишни нет в стране на черешни и не было в это время процедура носит не только санитарный эстетический характер статическая на задерживать пусть искалечено зато ровно как вот форма допустим и ели или сосны вот такая ровно вот он эстетический характер а зато дерево зависит позволяет увеличить количество и качество урожая вот тебе идет я вот а у меня она почему-то что не от количества и качества хотя не подскажу к ним неправильно растущая зеленая вот ужас невероятнейший ужас ребята как может дерево расти неправильно откуда ты знаешь где-то ветка природе это так раз ветку обломал снег ветку сломал кто-то там например зеленая была жевала этот самый оси погрызть получилась прореха это прореха зарастает я всегда любил как она зарастает 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 прорехи нет под дерево это крыша она не должна быть дырявая а здесь прореживать свою крышу если у тебя дом прорежь ты половину шлифера через один сними и сиди там тазы подставлять под воду что ж ты творишь то еще страшнее это какой идиот это самое ты заметьте я просто вот это выбрал да если нет фотографии не стал фамилии не стал ничего не стал выламывать может просто подошел узнаете густовато давай-ка раз отломал отломал вот это это пишет а просмотров сотни тысяч вы будете довольны своим урожаем до 10 летнюю сейчас скажу спасибо уничтожили вишневой сады теперь я значит прислали мне на медни вчера или подавчера фильм фильм очень удачный нижний новгород область нижегородская прекрасный сад весь в абрикосах так а кто-то из вас кто прислал написал валерий константинович нижний новгороди вас знают но делают по-своему мне стало интересно я посмотрел все эти 15 минут вот там как обычно блогерша микрофоном а это отвечает друг другу да 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 вот это блогерша она конечно и сколько вообще навешивая столько и навешивая вот всех который прекрасный сад да но стандартные технологии я пытаюсь вам объяснить я не стал делать фотографию с экрана вот неудобно страшно пусть это будет ничем который я делаю то что делают все вот такие же вот вот но сад не потому что она все правильно делала абрикосовый плодоносит а потому что она умудрился вышить скажем так и вот смотрите попробуем хотя бы так анонимно стоят возле дерева плоды вкусная кстати это не понравилось плоды настолько вот ну видно мелкие вот такие вот тут же говорит хозяйка сада сад непривитый столько сеянцы но плодоносит начинать это по носкам павч 5 года стали но плодоносит все нормально плоды вкусная правда мелкие вот ну помните больше была фотография этих самых у всех и мои эти манчжерсы типа того цвет разный вкус разный у них хорошо свойства расходятся дичок не дичок но это близко к этому ну какой дичок если угощала она это женщина все все прекрасно вкусно вот уже не не по исаковой которая это людям голову морочит что дички вырастут вот это плюс огромный а потом слушайте дальше попробовали прививать привитые не идут то есть они себя этот путь закрыли у меня-то как у меня тоже в начале не шли с первого переноса 2 с выживших 2 на 3 нескольких поколений и вот интервью такой что и все время уже это самое забывает нобелевскую племию вручить за наслоение ментора и из-за это селекционное клонирование забывает и все потому что нашим ничего не надо ученым вот и вот получается что не пошли у них прививки но она говорит но это еще лучше эти-то говорит более надежно привиты погибли а надежно вот и будем замечательно уже это я тоже за это выписали у меня стоили тысячу этих самых косточек засадили все слуха улице может засадили скверы может гектар 2-3 засадили что потом у вас будет одна головная боль куда плоды девать вас поселить эти плечи у меня поселить и вот это было ладно но это не все потом значит показали уже как картинка раз саженец углубление я сразу ну вот да молодой сад сколько он проживет с углублением ну уж 30-40 лет как мои не проживет это уже точно это можно не проверять и темнота где-то такой знаете круг метр 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 вокруг штаба дальше зеленая трава ну даже этот метр это уже не хорошо ну сада молодой чертам у нетом цифры назывались он он совсем молодой сад а к ним приехали получеб уже показывает но еще не все а растет то он хорошо поселки сада молодой еще не совсем изувесен и начинается прищипывание ее мое я который раз говорю прищипывание это настолько устоявший прием что никто не даже не насторожиться никому не никакого даже может быть кроме ирины сады понимаете она же пытается объяснить что происходит а происходит следующее уже осень уже скоро зима а он растет и растет и вот она наверное зимой эти концы они же не вызревшие наверно отсохнут давай их прищипывать то есть а для меня это та же обрезка да еще грубая обрезка так а откуда есть знать смотрите пришла бы зима где ровно там же вот допустим один раз только отсохло и она вот именно тут отрезала где выше отсохла или отмерзла вот ровно тут да нет конечно может быть и зима будет теплая ничего не надо было делать а ведь это опасный прием чем стоит только она же сама официально продолжает расти она и останавливает рост раз а у него почки проснуться дальше еще не успеют но набухнуть успеет потерять просто это должно быть это не просто так это будущее новая классика это постулат железа нельзя сразу отщипнул снизу на рост хотя бы вот этой ветки ниже хотя бы уже а ты же отщипнул вторую третью десятую двадцатую пятидесятую вот вот и получается железу знают а делают по-своему а уж еще в сады это все это уж выничтожить это обязательно